МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рукавичка. Еще недавно здесь жили собаки, о которых заботились наши волонтеры. Они были все стерилизованы, и об этом говорили и желтые клипсы в ушах. Теперь этих собак нет, их убили. Сегодня наш разговор начнем с печального. В Симферополе собак травят в разных районах. Владельцы в интернете даже составили список опасных мест. Парк имени Гагарина, район пневматики, старого города и несколько скверов. Собаки гибнут как бездомные, так и домашние. Здесь произошла жуткая трагедия. Собаки умирали в конвульсиях и в жутких муках несколько часов. Помочь им было невозможно. И такие же случаи происходят по всему городу. Мы обращались и в прокуратуру, и в милицию. Власти бездействуют на сегодняшний день. Прокуратура бездействует. Поэтому мы просим еще раз, это наше заявление, ко всем органам власти, пожалуйста, обратите внимание на эту проблему. И я хочу, конечно, сказать, что этим уродам, которые это сделали, конечно, будет возмездие на всю оставшуюся жизнь, потому что такое делать нельзя. Лариса Комарова долгие годы заботилась о собаках, живших у шахматного клуба и кафе «Дали». Они были социализированы, вполне адекватны, привиты и, конечно, стерилизованы. Это чудовищное событие. Отравили собак, собаки умирали очень страшно. И самое страшное, то, что собаки умирали буквально в 10 метрах от детской площадки. Собак опекали, собаки все были стерилизованные. Первую партию собак отравили в начале лета. И двух последних собак отравили буквально полторы недели назад. Одна из собак прожила здесь 10 лет. Это немецкая овчарка, умнейшая собака, которая, ну, в общем-то, все ее знали, она всех любила. Она уже даже почти не кушала. Но ей нужно было, чтобы ее погладили по голове. Вот она хотела внимания, любви, как, в общем-то, любое животное и требует от нас людей. Но люди, в общем-то, не все люди добрые. Хотя, когда это все произошло, я могу сказать, что добрые люди есть. Остановились двое ребят на БМВ, вышли и спасали эту собаку. Прибежали еще другие люди, вызывали доктора. Ну, увы, собак спасти мы не смогли. Не успели волонтеры похоронить животных, как сюда подбросили четырех щенков. Испуганных, несчастных, оставшихся без матери. Они были очень милые, мы за ними всегда ухаживали. И они прекрасно нас знали. Отличные собаки. У нас сейчас четыре щеночка, которые остались без мамы. Мы берем над ними шефство, и кто захочет взять замечательную черную собачку. Многие симферопольцы считают, что травят собак люди с какой-то организацией. Мнения разошлись. Одни считают, что это дело докхантеров. Другие уверяют, что это коммунальная служба города разбрасывает отраву. За разъяснением мы обратились к городским властям. Никаких отравляющих веществ не может быть нашими службами выброшено. Потому что эта служба на сегодняшний день работает только в том режиме, когда какое-то домашнее животное агрессивное набрасывается на хозяина. И только, и больше ничего. Это экстренные, единичные случаи. За весь город один или два случая в месяц это было. А о том, что наши службы какие-то разбрасывают отравляющие вещества, этого просто быть не может. Почему у них таких и отравляющих веществ нет? Задачи такой никто не ставил. Значит, люди занимаются совершенно другими делами. Если вдруг кто-то видит и знает об этом случае, обращайтесь к нам. Мы обратимся в милицию, чтобы это разобрать. Это уголовно наказуемое деяние. Карантинная площадка на мусорном полигоне и вправду не работает. Вольеры пусты. Из-за открытия. К коммунальным предприятиям Симека несколько лет назад этого концлагеря для собак рядом с терриконом вонючего мусора около сотни собак после стерилизации остались жить в передержках Лиги защиты. Волонтеры побоялись их возвращать в среду обитания. Собаки, стерилизованные и привитые, часто оказывались в этих вольерах, путь из которых чаще всего был один – неизвестность. Я стояла, смотрела и думала, кому в голову, какому изуверу пришла мысль открыть здесь, на мусорке, вольеры и даже ветеринарный комплекс построить. Почему нельзя было построить на эти средства передержку для стерилизации вдали от этого места, где невозможно долго находиться? Еще в 50-е годы прошлого века учеными-зоологами было доказано, что убийство бездомных собак только подстегивает включение закона сохранения вида, и в сохранившихся стаях рождается больше щенков. Только общая стерилизация через передержки и приюты может решить эту проблему. Пока не будет в городе нормального приюта, собственность службы отлова, зарплаты, проблема бездомных собак так и останется на плечах нескольких женщин, взявших на себя ответственность, просто потому, что у них есть совесть, доброе сердце и надежда на то, что можно жить по-другому. Ну а с теми, кто жестоко относится к животным, разбрасывает отраву, от которой могут погибнуть не только собаки и кошки, но и дети, должны разбираться полицейские. Ведь сегодня кто-то травит собак, а завтра людей. Загуманность. Шесть лет назад, когда-то мы с дочерью подобрали беззащитных котят. Сегодня у меня живет в доме шикарная кошка. Даже я бы не поверила, что это был бездомный ребенок, выброшенный бездушными людьми на свалку. Возраст у нее был две недели. Сегодня в доме живут у меня еще и две собаки, попугай, рыбы. Я безмерно счастлива, потому что они все меня встречают. Даже рыбы, мне кажется, иногда мне сквозь стекло кричат привет. И я желаю всем крымчанам проявлять, конечно, милосердие ко всем нашим друзьям-младшим, потому что только они понимают нас, наверное, без слов, глядя своими преданными глазами. Конечно, нужно и беззащитных домашних животных, которые в силу обстоятельств каких-то оказались на улице, и тоже к ним гуманно относиться. Нельзя вот так вот скоропалительно принимать решение о том, что эта собака или кошка – это ненужный член нашего общества. Поэтому я призываю всех, будьте милосердны ко всем, как людям, так и животным. Жду очереди, маюсь, а Катька все лежит и кайфует. Хозяин точно ее больше любит. Не только моет, но и массаж делает. Сейчас как лягу в горячую ванну, до утра не встану. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы сегодня в Рукавичке рассказываем о человеке, которого кошки знают очень хорошо, особенно, которые живут вот здесь, в районе площади имени Куйбышева. Каждое утро Сергея Сырциана начинается с кормления бездомных кошек, которых он давно считает своими. Все началось с того, что приблудилась ко мне, когда еще вот этого ничего не было, то есть пекарни не было, куба не было, тут барбекю было, приблудилась просто кошечка. Я ее назвал Шляйка. Она молоденькая была. И как-то даже до меня тогда не сильно доходило, что надо ее сразу стерилизовать, и все на этом бы закончилось. Нет. Они расплодились тут, конечно, бурно. У Шляйки каждый год, по пять, потом те уже начали рожать. Все они как бы жили на этой крыше. А почему они вот живут на крыше? Это странно же, все равно для кошек. А они там родились, выросли, они такие полудики, ну как полудики. Ну что там можно, вот если бы вы не кормили, кто бы их кормил? Наверное, никто. Просто никто. И все, конечно. Ну сами бы нашли себе какое-то место. Вот и Мавка пришел. Живет всю свою жизнь на крыше, на которой он родился и вырос. Черный кот никогда не спускается на землю. Боится. Сергей кормит его, закидывая еду на крышу. Мявка. Они все на чердаке живут. Конечно. Они же там родились и выросли. Мявка, на. Мявка. На. Мявка. Мявка. На. Никто плохого ничего не говорит. Они знают, что здесь у меня всегда кошки. Некоторые подкармливают, некоторые просто прикалываются. В том плане, вот особенно зимой, когда холодно, они у меня здесь вот в ящиках в ролике. И они все вместе. То есть бывает куча просто, как говорится, куча мала. Они один на одном и начинается фотосессия. Все, кто не проходит, все снимают на телефоны. Всем это. А вы знаете, что очень много кошатников, которые специально приходят что-то у вас купить, знают, что вы ухаживаете за кучками. Знаю, конечно знаю. У меня же было даже такое, что когда котята еще были маленькие, они же и болели. Ну, я как мог. Девчонки вот мне с игрушек, наши девчонки помогали. То в аптеку, там, ну, чем могли, как говорится. То уколы, то там мази какие-то, там, глазам. Скажите, а дома у вас кошки есть? Три. Конечно, и все тоже стерилизованные. А как вы думаете, вот как решить эту проблему вообще бездомности кошек в городе? Да я думаю, никак. Почему? Потому что этим никто не занят. Если бы была какая-то программа на стерилизацию, тогда все понятно. Их можно было вылавливать, стерилизовать и все. И на этом бы все закончилось. А так... Все кошки, живущие в пределах Куйбышевского рынка, заходят к Сергею в гости. Он считает, кошки – его талисман. Они ему и работать помогают. Зная, сколько он кормит бездомных кошек, к его палатке, за разными мелочами в хозяйстве приходят все, кто неравнодушен к кошкам и хочет хоть чем-то им помочь. Своё бережное отношение к кошкам Сергей старается распространить вокруг. Вот и его соседи, святошницы, заботятся о Дусе. Кошку они буквально спасли. Дуся у нас коренной житель Куйбышевского рынка, да? Скажи, я Рыжухина сестра, которая у Серёжи живёт. Скажи, я добрая, ласковая кошка. Только мне чуть-чуть не повезло, я осталась без хвоста. Как так случилось, что кошка превратилась в кореньском бобтейлах? Ну, это человеческий фактор. Спасибо девочкам-волонтёрам, они нам помогли. Носили её ветеринару. Спасибо Ирине Александровне, она не бросила. Делали уколы, носили бедную девочку нашу к врачу. Как все кошки, она очень ласковая, она преданная. Она никуда отсюда не уходит, она встречает каждое утро нас возле работы, и каждый вечер она провожает. То есть она живёт здесь. Когда холодно, она живёт в магазине. Когда тепло, она живёт здесь, в цветах у нас. То есть мы её кормим, мы не даём её в обиду. Все, кто заботятся о бездомных животных, не только кормят, но и стерилизуют на собственные средства, надеются, что их поддержит общественность. И в Крыму будет принята не только общая программа стерилизации, но и появятся средства на строительство и содержание приютов. Субтитры создавал DimaTorzok